Четвертая книга Моисея, числа, глава тридцать пятая И сказал Господь Моисею на равнинах Муавицких у Ярдана против Иерихона, говоря, Повели сынам Израилевым, чтобы они из уделов владения своего дали левитам города для жительства, И поля при городах со всех сторон дайте левитам. Города будут им для жительства, а поля будут для скота их, и для имения их, и для всех житейских потребностей их. Поля при городах, которые вы должны дать левитам, от стены города должны простираться на две тысячи локтей во все стороны. И отмерьте за городом к восточной стороне две тысячи локтей, и к южной стороне две тысячи локтей, и к западу две тысячи локтей, и к северной стороне две тысячи локтей, а посредине – город. Таковы будут у них поля при городах. Из городов, которые вы дадите левитам, будут шесть городов для убежища, в которые вы позволите убегать убийце, и сверх их дайте сорок два города. Всех городов, которые вы должны дать левитам, будет сорок восемь городов с полями при них. И когда будете давать города из владения сынов израилевых, тогда из большего дайте более, из меньшего – менее. Каждое колено, смотря по уделу, какой получит, должно дать из городов своих левитам. И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда вы перейдете через Иордан в землю Хананскую, выберите себе города, которые были бы у вас городами для убежища, куда мог бы убежать убийца, убивший человека неумышленно. И будут у вас города сии убежищем от мстителя, чтобы не был умершлен убивший, прежде нежели он предстанет пред общество на суд. Городов же, которые должны вы дать, городов для убежища, должно быть у вас шесть. Три города дайте по эту сторону Иордана, и три города дайте в земле Хананской. Городами убежища должны быть они. Для сынов Израилевых и для пришельца, и для поселенца между вами будут сии шесть городов убежищем, чтобы убегать туда всякому, убившему человека неумышленно. Если кто ударит кого железным орудием, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Если кто ударит кого из руки камнем, от которого можно умереть, так что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Или если деревянным орудием, от которого можно умереть, ударит из руки так, что тот умрет, то он убийца. Убийцу должно предать смерти. Мститель за кровь сам может умертвить убийцу. Лишь только встретит его, сам может умертвить его. Если кто толкнет кого по ненависти или с умыслом бросит на него что-нибудь, так что тот умрет, или по вражде ударит его рукою, так что тот умрет, то ударившего должно предать смерти. Он убийца. Мститель за кровь может умертвить убийцу, лишь только встретит его. Если же он толкнет его нечаянно, без вражды, или бросит на него что-нибудь безумысла, или какой-нибудь камень, от которого можно умереть, не видя, уронит на него так, что тот умрет, то он не был врагом его и не желал ему зла. То общество должно рассудить между убийцею и мстителем за кровь по сим постановлениям. И должно общество спасти убийцу от руки мстителя за кровь, и должно возвратить его общество в город-убежище его, куда он убежал, чтобы он жил там до смерти великого священника, который помазан священным елеем. Если же убийца выйдет за предел города-убежище, в который он убежал, и найдет его мститель за кровь, вне пределов города-убежище его, и убьет убийцу сего мститель за кровь, то не будет на нем вины кровопролития. Ибо тот должен был жить в городе-убежище своего до смерти великого священника. А по смерти великого священника должен был возвратиться убийца в землю владения своего. Да будет это у вас постановлением законным в роды ваши во всех жилищах ваших. Если кто убьет человека, то убийцу должно убить по словам свидетелей. Но одного свидетеля недостаточно, чтобы осудить на смерть. И не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город-убежище, чтобы ему позволить жить в земле своей прежде смерти великого священника. Не оскверняйте земли, на которой вы будете жить, ибо кровь оскверняет землю, и земля не иначе очищается от пролитой на ней крови, как кровью пролившего ее. Не должно осквернять землю, на которой вы живете, среди которой обитаю я, ибо я, Господь, обитаю среди сынов Израилевых.